Сергей Шиманский, главный тренер СФГУ. Вы проиграли со счетом 0-4. Что произошло? Ничего страшного. Просто так бывает в футбольной жизни. Команда соперника создала 4 момента, 4 забила. Поэтому бывает такое в жизни. Такий урок вчера соперник тоже владеет. Один-как, два момента, два забили, сегодня 4, 4 забил. Есть у нас такая штука. Ну, радует дня. Это все ерунда на самом деле. Радует то, что команда играет так, как мы хотим, как мы запланировали вчера. Хорошее у нас совещание произошло с ребятами. Мы уже вчера знали, как мы будем играть. И сегодня, по сути, игра шла по нашему сценарию. Вот это важно. Они додержали единственные вот эти индивидуальные ошибки, которые произошли и которые вылили из вот этих голых. Ну, это все из-за молодости. Наша команда практически самая молодая на турне. Поэтому у нас есть к чему, куда расти. И опять же, даже это не важно. И мы знаем, куда расти, как стремиться, как это делать. Вот это важно. Получается, для вас на первом месте игра команды, а не результат? Ну, сейчас да. Потому что мы дебютанты на соревнованиях. У нас есть ряд проблем, которые я не буду озвучивать, потому что не хочется. Это удел слабых искать причины поражения. У нас есть свои причины. Поэтому даже ничего страшного. У нас 14 человек, но мы будем все равно играть. Где команде искать внутренние резервы на завтрашний, заключительный матч этого турнира? Внутренний. Внутренний. Ну, конечно. Внутри только. У нас есть характер, поверьте. Мы завтра не будем сдаваться. Ведь завтра будет такая же игра, даже лучше. Это Севастополь никогда не сдавался. Никогда. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Поэтому мы всегда будем стремиться к хорошему футболу показать. Наша команда играет комбинационный футбол. Мы будем это делать.